Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Наш эфир продолжает программу «Радиоблог» с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Светлана. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, очередной радиоблог в эфире. Два события, которые мы обсуждать не будем, но о которых надо сказать. Это 35-летие Чернобыля и 55-летие знаменитого ташкентского землетрясения. Мы как люди и то, и то заставшие еще в той стране, откуда мы, естественно, не можем ни напомнить, ни пройти мимо этого. Ну, а если вы захотите дополнительно что-то прочитать, то я адресую вас в наше интернет-рустание, continentusa.com. Естественно, эти события не прошли мимо нашего внимания. Но не прошло мимо нашего внимания и многое другое, что происходит в общественной жизни. И поэтому я сначала сделаю небольшой анонс того, что вы сумеете увидеть завтра. Мой сегодняшний собеседник, а я его с удовольствием представляю. Это Гэрри Гинлер, это наш давний друг нашего клуба и народной волны. И, собственно, человек, которого всегда интересно встретить на страницах нашего, опять же, континента. Публицист, блогер, ученый. И человек, который ведет свой блог, но этот блог становится частично и нашим, потому что все материалы, так или иначе, потом мы пытаемся тоже представить вам. И уж вы, как говорится, можете прочесть это и у нас, и у него непосредственно. Так вот, завтра я вас приглашаю послушать в ТВ-клубе «Континент» нашу беседу. И там разговор будет достаточно долгий, я надеюсь, и надеюсь, что интересный. Ну, а сейчас, Гэрри, привет, и рад тебя слышать, видеть на волнах, на народной волне. Добрый день, Игорь, рад тебя слышать. Такое вступление было не кратким, поэтому мы сразу начнем, как говорится, с места в карьер возьмем. И первым делом я хотел вот о чем поинтересоваться. Сегодня день, который помимо тех вот дат названных, в Америке тоже день важный, на мой взгляд. И не только на мой, сегодня произошли некие события, начали происходить, ну, я не следил, ну, так предполагаю, в штате Аризона. И вот вопросов много, вот, значит, вот, может ты просто эту тему с нее начнешь, что будет происходить с этим пересчетом. И самый главный вопрос, естественно, наших слушателей, читателей и вообще всех, кто интересуется политикой, а что дальше, ну, посчитай, вот, что же будет. Аризона одна, это штат, один из шести, который бывший президент Трамп обвинил в том, что там подсчет голосов был с нарушениями. Причем с достаточно большими нарушениями, которые изменили конечный результат. И во многих штатах, в том числе в этих шести штатах, давно уже были проведены так называемые пересчеты голосов. Все пересчеты делались через те же самые машины, и все те бюллетени, которые были посчитаны в первый раз, прошли второй раз, прошли в третий раз, и получились примерно одни и те же результаты, на основании чего 6 января прошла сертификация, и Трамп понял, что, ну, все, надо освобождать Белый дом. Вместе с тем, пересчет голосов, это не то, что просил сделать Трамп. Дело вот в чем, когда вброшенные бюллетени, которые очень искусно подделаны, второй, третий, десятый раз провести через те же самые машины, то получится тот же самый результат за небольшим минусом тех бюллетеней, которые застряли в этой машине, ну, это единичный случай. Вопрос стоит не в том, что нужно пересчитывать, и как нужно пересчитывать, и какие процедуры пересчета, а вопрос стоит о том, что нужно сделать аудит, аудиторскую проверку всех бюллетеней, и когда бюллетени все пройдут аудиторскую проверку, тогда их можно уже будет пересчитать. То есть, все те миллионы голосов, которые в одном каунте, в Марикопо каунте, в Аризоне, подвергнутся процедуре аудита, каждый бюллетень будет вручную рассмотрен и будет выяснено, откуда пришел этот бюллетень, как он оказался на избирательном участке, кому он был выдан, как он вернулся. То есть, все обстоятельства, весь круговорот каждого бюллетеня. И те бюллетени, которые не пройдут аудиторскую проверку, будут признаны вброшенными, фальшивыми и так далее. Дело в том, что компания, которая нанята за 150 тысяч долларов для проведения этого аудита, это известная компания, расположенная в штате Флорида, которая занимается компьютерным краймом. Все, что связано с какими-то компьютерными махинациями, вот эта компания умеет вылавливать и проводить аудит. Аудит был назначен на пятницу, прошлую пятницу, но демократы решили торпедировать процесс и подали очередной раз в суд. Суд дал им отсрочку до понедельника. В понедельник, сегодня, Сенат штата Аризона сделал вообще очень необычный ход. Они тоже подали в суд. И подали в суд вот почему. Они объявили о полной конфискации всех бюллетеней и всех машин. Для чего они это сделали? Если мы с тобой захотим кого-то судить по поводу выборов, то все дело, конечно, пойдет через суд. Мы, так сказать, истцы, требуем от ответчиков что-то там сделать, и суд, так сказать, будет рассматривать. В отношении Сената штата Аризоны этот фокус больше не проходит. Почему? Потому что даже на уровне штатов действует известный принцип конституционный в Америке. Разделение властей. Есть три разные и равноправные ветви власти. И одна ветвь или две ветви не могут диктовать другой ветви власти, что и как им делать. Поэтому тот аудит, который будет проведен в штате Аризона, он проводится под эгидой Сената штата Аризоны. А не по заказу какой-то партии или каких-то отдельных лиц. Поэтому забрать бюллетени, которые конфискованы Сенатом, не удастся никому. Ни при каких обстоятельствах. Это наезд на прерогативу законодательной власти, которая исполняет свою работу. Поэтому ни губернатор штата, ни юристы, ни суды ничего не смогут сделать. Удивительным во всей этой истории является то, что демократы всячески противятся аудиту. Демократы были за пересчет. Потому что, как известно, пересчет не приводит к кардинальному изменению подсчета голосов. Потому что пересчет это, опять же, сколько мусора пришло на вход системы, такой же мусор выдается на выход системы. А аудит это нечто новое. И не знаю, какой будет результат. Никто не знает, какой будет результат. Но если бы я был демократом, я бы всячески приветствовал существование вот такого аудита. Потому что это сняло бы все вопросы с легитимный или нелегитимный президент Байден. Ну хорошо, допустим, будет проведен аудит. Компания говорит о том, что им понадобится примерно два месяца, чтобы провести этот аудит и вручную проанализировать 2,5 миллиона бюллетеней. Не знаю, какие силы у них для этого существуют. Но вот они обещают. Если аудит будет в пользу Байдена, ну что ж, это результат. А вот если аудит будет в пользу Трампа, будет нечто, которое не имеет пока названия в мировой, ну по крайней мере в американской юриспруденции. Дело в том, что Конституция Соединенных Штатов не говорит ничего о том, что нужно делать в таких случаях. А именно, когда действующий президент путем вот такого аудита выясняется, что он избран неправильно, незаконно. Конституция молчит по этому поводу, поэтому, естественно, пойдет череда судов, которые дойдут до Верховного Суда. И вот Верховный Суд будет этот вопрос рассматривать. Вопрос очень неприятный. По той простой причине, что каково бы ни было соотношение сил в Верховном Суде, все прекрасно понимают, что если были какие-то нарушения серьезные со стороны демократов, то через некоторое количество лет такие же дельцы со стороны республиканской партии могут сделать то же самое. И Америка должна будет решить, нравится нам это или нет, разрешим мы это или нет, или мы это все-таки в зародыши задушим и заставим демократию работать так, как она должна работать. Либо мы разрешим человеку, который незаконно пришел к власти доработать до конца своего срока, либо мы не разрешим ему доработать до конца своего срока. Никто не знает ответ на этот вопрос. Но общественное мнение вполне возможно будет на стороне Трампа. Американский народ вообще более-менее стремится к некой справедливости. Это давно всем известно, и здесь не приветствуются никакие махинации. Например, если в Советском Союзе списывать на экзаменах было нормой, то в Америке это просто очень нехорошо, это неприятно, это плохой тон. Это рассматривается очень низко. Поэтому нарушение при выборах тоже имеет вот такие негативные последствия. Давайте подождем два месяца. Вот так, да? Ну, дело в общем, что сейчас, в принципе, после решений определенных всем известных, не только нам, естественно, что было по поводу исков, которые шли в Верховный суд, у многих возникает вот тоже большое сомнение. Независимо, я помню, мы достаточно активно приветствовали назначенцев Трампа, и как потом, собственно говоря, какая кислая мина у нас возникла после тех решений, от этих же назначенцев произошедших. И поэтому тут тоже, может быть, сыграет не то, что будут в суде вот в этом Верховном искать справедливое решение, а будут искать такое решение, которое не поднимет некие темные массы, как летом было. Вот такое соображение. Поэтому, понимаешь, ответ, мы все-таки ищем ответ на вопрос, как это будет выглядеть, если через два месяца вдруг объявят, что вот такое вот решение. Поэтому только спекулировать можно на эту тему. К сожалению, в настоящий момент можно только спекулировать. Никаких прецедентов нет. Тем не менее, может ли, как ты думаешь, последовать вот за этим пересчетом аналогичные вещи в Пенсильвании, в Мичигане, в Вискансине. До этого этот пересчет должен быть в пользу Трампа. Тогда пойдет лавина. Тогда пойдет. Ну, понимаешь, вот эта цепная реакция. Мне, знаешь, что на память, почему-то вот пока ты рассказывал, пришло, ты прекрасно помнишь историю с Бараком Обамой, с его свидетельством о рождении и так далее, с этим всем поднимаемым. Но что в итоге общество решило, что суды решили и так далее. Там тоже никто не хотел даже принимать к рассмотрению иски от того самого шерифа, одной адвоката, который из наших. Почему? Потому что сказано было. В итоге что же получается? Если признается, что что-то не так, то все, что этот человек подписал, будучи президентом, все его действия на внутренний, на международный аренг, где угодно, получается, они незаконны. Да. Так неужели решаться на то, чтобы вне закона поставить Байдена? И, соответственно, его замечательную вице-президенту. Ты понимаешь, если бы дело касалось одного какого-то маленького момента, как, допустим, с Бараком Обамой. Где он родился? Кто были его родители? Имеет ли он право выдвигаться президентом Соединенных Штатов Америки? Это один вопрос. Это не целый букет вопросов. Это один вопрос. И когда было принято решение, что возможно, возможно, он прав, и все-таки он родился в штате Гавайи, когда, тогда еще это не был штат, но на территории Гавайи, на территории Соединенных Штатов, то он может, так сказать, выдвигаться президентом. И дело это закрыли. Открытым остается вопрос, кто подделал ту копию его сертификата о рождении, который был опубликован, а это явная подделка. Дело это не было, так сказать, завершено никак. Опять же, что будет в случае того, если выяснится, что Байден незаконный президент, это целый букет, несколько штатов в это дело вовлечены. Не забудь о том, что дело касается не одного человека, а дело касается человека, который избирается штатами. Понимаешь, это уже не наезд на какого-то индивидуала, который смошенничал со своим свидетельством о рождении, а это уже конституционный принцип. Федеральное правительство было создано штатами, а не наоборот. Это одна из немногих стран мира, где страна была построена снизу вверх, а не наоборот. Поэтому штаты не допустят, чтобы в Вашингтоне сидел человек, которого они не выбрали. Понимаешь, это будет незаживающая рана, и и Верховный суд, по моему мнению, невзирая на то, что он разделен пять-четыре якобы консерваторы, якобы не консерваторы, на самом деле там один скажем так, нейтральный, но который очень часто дружит с демократами, глава Верховного суда, а остальные разделились четыре на четыре. какую власть ЦК демократической партии имеет над председателем сюда, роботцем, никто не знает, но то, что они имеют над ним определенную власть, определенное влияние, почему и как, никто не знает, но это известный факт. напомню, как он изгибался и вывернул закон вот таким вот крендельком, чтобы доказать, что Обамакер это конституционный закон. Ой, и чей голос перевесил тогда именно его это принятие. Да, да. Это действительно можно говорить, не имея бумаг тех или иных перед глазами, мы, конечно, не можем утверждать, что человека либо купили, либо шантажируют, либо что-то еще, мало ли. Но, тем не менее, факт есть факт. Я просто хочу повторить две большие разницы. В данном случае истцом в этом деле, не перед судом, а вообще истцом выступает сенат штата. Это сила, с которой нужно считаться. Это не какая-то партия, не группа каких-то граждан. Нет. Это легально избранный законодательный орган штата. И все смотрят, что там произойдет. Ну, несомненно, этот вопрос будет так или иначе освещаться. Будем наблюдать, что там два ли месяца пройдет, или сколько, но что-то мы на выходе увидим. А вот что, ты полагаешь, будет происходить на нашей границе? Это тоже вопрос, который и для Трампа был он ключевым, и, собственно говоря, общество его поддержало, я помню, и голоса в 16-м получил во многом из-за своей позиции по этому вопросу. Но что происходит сейчас? Мы наблюдаем картину какой-то сюр сплошной. Что ты можешь сказать на сейшую? Я думаю, что ничего неожиданного на границе не происходит. Все идет по плану, но эти планы не планы американские, а скорее антиамериканские. Планы демократов основаны на том, что им нужно готовить свою избирательную базу, им нужно готовить своих избирателей. Американские гражданы не любят демократов, а демократы вынуждены прибегать к различным уловкам и создавать коалицию совершенно никак не связанных между собой частей. Это коалиция каких-то геев, лесбиянок, феминисток, группа евреев, группа латинос. Они не объединены какой-то одной идеей, кроме конгломерата опять же некогерентных левых идей. Это сборная солянка маоизма, фашизма, сталинизма. Ее даже трудно как-то определить, потому что любой политолог будет вам рассказывать какую-то одну грань. На самом деле это целый вот такой вот клубок. И внутри этого клубка еще есть фракции. Есть фракции откровенных сталинистов, есть фракции просто марксистов, есть просто боевики этой партии, которые приняли эстафету от куклы склана, пожалуйста, есть БЛМ, Антифа, все это есть. Один момент очень слабо освещен в том, что касается положения на границе. Заключается он вот чем. Мы все помним, что Трамп начал строить стену на границе с Мексикой и получил, что его стали обзывать расистом. Пришел Байден к власти. Он запретил строительство стены, но, к сожалению, его запрет долго не продлился. Дело в том, что в бюджете на этот год, который был принят еще при Трампе, выделили деньги на строительство этой самой стены. И Байден, скрипя зубами, вынужден был продолжать дело Трампа и оно будет продолжаться до конца этого финансового года, который истекает в октябре. И ничего Байден поделать с этим не может, потому что кошельком в Соединенных Штатах распоряжается Палата Представителей. И если они приняли решение финансировать постройку этой стены, значит, она будет строиться, кто бы не сидел в аварийном кабинете. Но я хочу добавить, что ситуация вообще с делами Байдена и с тем, как пресса освещает его президентство, она напоминает иногда просто комедию. Я хочу напомнить, что недавно Байден направил два больших корабля в Черное море якобы для поддержки Украины, ну, по крайней мере, моральной. А потом он эти корабли отозвал. Отозвал почему? По жесткому окрику из Москвы. Если бы президентом был Трамп и сделал бы то же самое, то, конечно, ну, это было бы доказательство того, что вот он работает на Кремль, это однозначно, он получает приказы из Москвы. А когда ты знаешь, какая точка зрения пропагандируется? Ага, это тонкая политическая игра. Значит, Трамп, Трамп был очень, всегда был против войн, которые ведет Соединенные Штаты в каких-то там далеких странах. И он приказал вывести американские войска из многих горячих точек, в том числе из Афганистана. Он сказал так, 19 лет, более чем достаточно. Мы наших ребят возвращаем. Ну, сказано, сделано, Трампа тут же объявили, что он бессовестный политик, что он подвергает опасности, национальную безопасность Соединенных Штатов и подобное, подобное, подобное. Хорошо, приехал Байден в овальный кабинет и объявил о выходе американских войск из Афганистана. Когда это был Трамп, это было встречено в штыки. А когда об этом вебил Байден, это тонкая политическая игра. Герри, что тут скажешь? Мы понимаем вот все это словоблудие и вообще всю эту ложь, которая потоками идет, и, к сожалению, да, кстати, ты же знаешь, что вакцину тоже Байден и придумал, и продвинул, и распространил, и народ спасает, как тот самый Супермен, который вот из знаменитого фильма. Но я хочу добавить, за что Трамп получил второй импичмент? Ну, за вот этот телефонный разговор с президентом Украины, и якобы, что он там задерживал передачу лишнего вооружения в Украине. Теперь Байден запретил передачу лишнего оборудования в Индию по политическим мотивам. Но в отношении Трампа это был импичмент, а в отношении Байдена тонкая политическая игра. Ну, хорошо, вот на этом замечательном определении мы уйдем на перерыв небольшой и вернемся, и, возможно, услышим какие-то вопросы от наших слушателей. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной волны с Игорем Народной волны в конце Сашкин. Напомню, что в этом сегменте вы можете позвонить нам в студию по телефону 847-400-5200, если у вас есть вопросы. И давайте, наверное, примем первый звонок. Да, я только напомню, что с нами Гэри Гиндер из Солнечного. Хотя нет, какой он Солнечный? Из штата Нью-Джерси. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу смелого шага Сената Аризона, который, значит, дали поручение провести по поводу прошедших выборов по счету бюллетеней. И я боюсь, что Игорь Цесарский прав в том, что лавина не последует. И он отметил тот пример, когда сертификетом вот этого Обамы и штат Аризона тогда тоже был инициатором вот этого проведения расследования, не расследования, а они хотели, чтобы в этом штате человек, кто баллотируется в следующие разы в президенты, должен будет отдать свой бюллетеней на обследование перед тем, как он должен будет выдвигаться в этом штате. Но никто не поддержал и тихоньенько Обама и новый прокурор штата Аризона это замяли и он вновь в 2013 году стал президентом Соединенных Штатов. Как вы думаете мог ли еще в прошлом году после выборов БАР на своем уровне у него же более мощная организация генпрокуратура мог бы ли он это провести если бы он был настоящим республиканцем? спасибо за вопрос Гэри пожалуйста я не уверен что генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки имеет юрисдикцию для того чтобы выяснять сертификат выданный определенным штатам правильно или неправленный дело что федеральный прокурор генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки он контролирует только нарушения нет не контролирует он занимается только нарушениями федеральных законов а местные законы кто и как и в каким образом выдает сертификаты это только местные власти решают поэтому генеральный прокурор БАР ничего в этом отношении не мог сделать вообще просто принципиально вот ну пока вот да вот звонок появился у меня тоже к тебе вопрос есть ну сначала послушаем нашего радиослушателя добрый день слушаем вас здравствуйте скажите пожалуйста как вы считаете удастся ли коммунистам американским засунуть в суд еще четыре левых судьи присоединить Пуэрто-Рико разделить Калифорнию и сделать штатом DC и ну и возможно ли все это несмотря на то что допустим DC в конституции записано и так далее спасибо большое спасибо за звонок я думаю что многочисленные попытки осуществить то что они хотят осуществить будут дело в том что это желание они принадлежат такому огромному списку того что леваки в течение десятилетий мечтают сделать с Соединенными Штатами Америки конечная цель это построение социалистического общества но на этом пути есть определенные препятствия и методы обхода этих препятствий они давно обсуждаются ну по поводу того сделают ли они четыре дополнительных человека Верховный Суд попытка будет но когда мы с Игорем Цесарским обсуждали еще во времена Обамы попытку демократов отменить филибастер в Сенате мы оба высказались против этого и вот почему филибастер это требование о том что прения прекращаются по любому вопросу только при наличии 60 голосов о прекращении прений если 60 голосов нет прения может продолжаться годами по определенному вопросу поэтому чтобы какой-то законопроект дошел до своего логического конца то есть за него проголосуют то сначала нужно получить 60 голосов за прекращение прений а потом уже можно выигрывать дело сделав так сказать 51 голос за и 49 против и законопроект проходит республиканские законодатели были против большинство правых комментаторов было против по той простой причине что это единственный механизм который существует в сенате для защиты оппозиции это это если этого нет то тогда большинство всегда решает все тогда оппозиция вообще не нужна она нужна просто как прикрытие делишек партии власти тогда она ничего не может сделать понимаете поэтому филибастер это вещь которая ну является таким сдерживающим принципом ну что ж демократы на это дело наплевали и филибастер отменили но не для всего а вот для дел касающихся верховного суда филибастер остался значит что получилось при этом для чего они это сделали потому что по всем прогнозам президентом должна была стать кто принцесса Хиллари Клинтон а тут победил Трамп а филибастера нет и тогда Трамп назначил сотни новых судей без филибастера но это были не суди верховного суда а начиная от уровня штатов и апелляционные суды и так как теперь демократам для того чтобы провернуть это дельце нужно отменить филибастер и для верховного суда что может получиться может получиться палка двух концов к тому моменту когда решение будет принято в этом доме уже будет президент республиканец поэтому попытки будут очень серьезные попытки сделать штат из округа Колумбии попытки сделать штат из Пуэрто-Рико все это будет я не знаю как пуэрто-риканцы к этому отнесутся потому что я знаю ситуацию в Пуэрто-Рико очень хорошо это было столько много раз дело в чем пуэрто-риканцы очень такой своеобразный континент как и мы но все налоги которые собираются на острове Пуэрто-Рико налоги в обычных штатах собираются федеральные налоги передаются в Вашингтон и потом Вашингтон уже распределяет федеральные налоги не покидают Пуэрто-Рико вообще там в одну сторону там набирают налоги и сами на себя тратят но это еще не все поскольку они считаются бедным бедные территории Соединенных Штатов они еще получают дотации десятки миллиардов долларов от федерального правительства то есть сейчас создается ситуация когда 50 штатов спонсируют Пуэрто-Рико когда они станут 51 штатом никого такого спонсирования не будет они будут на общих основаниях им это не понравится поэтому очень много сложностей на этом пути вообще все эти дела конституционные и их изменения это изменение конституции это очень долгий и муторный процесс а окошко возможностей у леваков в Америке очень маленькое они прекрасно понимают что осталось Байдену 3,5 года до следующих выборов и вот в эти временные рамки нужно уложиться и сделать все свои делишки успеть поэтому они так и торопятся ну хорошо попробуем принять еще звонок добрый день слушаем вас добрый день насчет Пуэрто-Рико вы ошибаетесь они каждые 5 лет проводят там у себя референдум хотят ли они быть американским штатом так вот последний референдум они уже проголосовали что хотят больше 50% так что они уже готовы быть штатом хорошо спасибо за замечание но вот у меня любые референдумы так же как и любые попытки какие-то опросники делать вызывают некоторые сомнения как у тебя Гэри ну слушай все эти опросы мы знаем как они делаются да получается тот результат за который заплатили и классический пример это это вот какой как голосуют евреи в президентских выборах я не знаю откуда берутся цифры которые говорят что там три четверти проголосовала там за Обаму и три четверти за Байдена никто эти исследования провести принципиально не может я обращаюсь ко всем людям которые нас слушают и которые голосовали скажите пожалуйста после того как вы проголосовали кто-нибудь к вам подошел и спросил а вы случайно не евреи если да то как вы проголосовали такого нет это все цифры высосаны из пальца они ориентированы на то чтобы заставить на следующих выборов всех остальных членов этой группы голосовать вот так как партия приказала тоже относится к латино с черным любую сегрегацию возьмите все цифры направлены именно на это поэтому очень сильные расхождения существуют потому что даже мы пробовали рассуждать на тему сколько чернокожих стало поддерживать трампа по сравнению с предыдущей поддержкой других республиканских предыдущих президентов и в общем-то я потом прекратил это занятие потому что расхождения были буквально от там я не знаю 10 процентов до 40 ну мы понимаем что это тоже вот каким-то образом недостоверные цифры и поэтому на них нельзя базироваться знаешь что я тебя хотел спросить пока нет звонков я пометую мы не раз говорили о спецпрокурере дарами и вот как-то его имя с радаров ушло чем он там занимается по поводу вот младшего Байдена знать не знаем и занимается ли он еще и вообще вот у тебя есть какая-то информация я не думаю что он занимается младшим Байденом ни один здравомыслящий прокурор в современной Америке подтверждаю в современной Америке то есть Америке Байдена не посмеет наехать на сына действующего президента раньше такое возможно было но не сейчас сейчас это опасно для карьеры просто однозначно что он делает неизвестно по последним сведениям работа идет по последним сведениям работа идет но все такие дела они ведь ну имеют политическую подоплеку и если подозрения которые мы по косвенным уликам знаем подтвердятся и действительно спецслужбы Соединенных Штатов Америки пошли на поводу у леваков Обамы и состряпали все это дело то конечно политические последствия будут очень серьезными очень серьезными мало того что будут какие-то криминальные преследования тех кто раздувал это русское дело люди лишатся будут уволены это государственные служащие они лишатся пенсии то есть там будет очень серьезно будет ли это опять же наши слушатели очень такие образованные к сожалению в настоящий момент никто не сможет ответить на эти вопросы ни один человек не знает что этот спецпрокурор он кричит у нас проблемы какие-то опять со связью Гэри да да раз два три у нас опять со связью опять были проблемы да немножко поплыло ну я понимаю то есть практически вот то что происходило тогда с сыном другого президента сорок пятого и история до сих пор даже фамилию я запомнил весельницкая была такая то там по его поводу пляски были не шуточные а тут получается что ну кто-то ровнее кто-то кто-то вне закона вроде бы так ты знаешь у меня что-то прервалась связь ты так прервалась связь да ну мы послушаем звонок ты не будешь повторить свой вопрос ну я я реприку сделал а вопрос сейчас задаст кто нам звонит добрый день слушай добрый день будьте любезны а что с этим вот Виндом его фамилия которого Трамп уволил из армии его чем-то теперь наградили какой-то медалью за что за гордость в Америке или что-то кого извините еще раз повторите вот это по-моему фамилия Виндом или какая-то такая Винграм такой молодой русский СССР который там русское украинское дело а Вальман а все несостоявшийся министр обороны Украины трехкратно несостоявшийся трехкратно несостоявшийся да был такой что что за вопрос с ним нет его слушательность спрашивает правда ли что его наградили теперь его не и он ушел в отставку его но он понятное дело что без работы он не остался его нет таких людей не теряют леваки нет но скажем так он закончился ровно тогда когда вышел со всем вот этим со всей этой так называемым компроматом в попытке установить истину ну истину так как ее понимают с левого фланга так скажем да ну окей у нас ты слышишь хорошо что-то все время ну он сейчас напишет мемуары на тему как опять у нас проблемы со связью ну с мемуарами вообще эта история довольно забавная уж кто только не отметился это вот хороший такой легальный нашли способ да в общем то вместо конверта который дается с кэшем под столом вот такой интересный способ да благодарности тем или иным людям тем или иным лидерам Герри нас слышно ну похоже подвис интернету Герри давайте попробуем принять звонок может тогда если не Герри то ты сможешь ответить добрый день пожалуйста в эфире слушаем вас здравствуйте я бы хотела спросить у Гарри вопрос такой какого он мнения о бывшем аторнии дженера в баре окей хорошо если он сможет сейчас подсоединиться какого мнения он о баре так похоже что мы его совсем потеряли похоже потеряли ну окей да к сожалению еще осталось минуски 4 времени но вот связь интернет прервалась что-то там в Нью-Джерси не очень здорово нет да да вот переключиться и подключиться опять Герри тут вопрос поступил какого ты мнения о бывшем генпрокуроре баре не получается в тот момент когда задаешь вопрос там подвисает интернет не слышно генпрокурор баре ваше мнение ваша оценка его прокурор баре говорил что он мог сделать он не мог сделать больше нарушения законодательства он сделал максимум что он мог не забывайте в какой стране мы тогда жили когда весь официальный машин который ну называется ополчился против одного человека ну и на всех членов его команды конечно поэтому ситуация для людей которые выросли в политическом Вашингтоне пойти против своих требует непростого мужества понятно а есть ли политическое будущее у Пенса нет нет вице-президент который не выходит на выборы это человек у которого нет политического будущего к сожалению к сожалению все таки к сожалению да он он хороший консерватор не такой фотогеничный скажем так как некие другие но у него очень хорошие мозги у него очень хорошо подвешен язык между прочим я как-то изучал его биографию он был не репортером а ведущим радиопрограммы да поэтому у него есть язык у него есть все данные но нужно быть политически активным чтобы у тебя было политическое будущее ну наверное кто-то не забудет ему все-таки 6 января я думаю мы знаем кто не забудет именно этот человек хотя он где-то недавно объявил что он и 45 мне это очень понравилось но с другой стороны благодарные издатели известно какие известно кого они издавали в последние годы они не дали ему как говорится сойти вообще уйти в никуда он мемуары тоже даже даже из двух частей будет делать поэтому то есть может это тоже своеобразная плата за то что он слушай мы с тобой прекрасно знаем люди которые пишут мемуары ставят точку на своей дальнейшей карьере в этом направлении понимаешь поэтому хочет человек писать мемуары пишет молодец он был твердым хорошим вице-президентом но до уровня своего президента которому он служил он к сожалению не дорос ну последний короткий вопрос у нас совсем мало времени осталось как ты оцениваешь де Сантиса губернатора Флорида слушай я его оцениваю положительно но это ни о чем не говорит вообще ни о чем истерия которая возникла в последние дни связана с тем что Трамп пригласил его на обед и пошли спекуляции что вот это его преемник вполне возможно это его преемник но об этом рано еще говорить рано еще об этом говорить он неплохой парень он он не симпатичен но симпатии не должны являться критерием для выбора следующего главнокомандующего понимаете есть хорошие какие-то действия с его стороны мы это видим и будем наблюдать за ним за тем как он будет расти пока что на своем посту ну а мы только вынуждены сказать большое спасибо за участие в передаче рады будем всем и всем кто слушал нас всего доброго хорошей недели до новых встреч спасибо счастливо пока 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 Субтитры подогнал «Симон»